Салют, арабы. Добро пожаловать на канал Багирский обход. Я вот только что буквально зашел домой после съемок на локации. Честно говоря, я до сих пор пребываю в шоке, потому что то, что я испытал на этой заброшке, ощущение, скажем так, довольно такое непонятное. Я даже боюсь идти дальше. Кто здесь? У меня одновременно шок, удивление и ощущение очень странное. Я старался максимально держать себя в руках, снимать. Но те эмоции, которые я испытал во время съемок, то странное чувство, которое было все время на протяжении всего этого времени, честно говоря, мне сегодня действительно было страшно. Дело в том, что все, что происходило там, это огромная череда событий с совпадениями. Ну, их можно считать как совпадения, но эти совпадения у нас столько интересны и, возможно, дают определенный результат, доказательство того, что там что-то действительно обитает. Четко, да, я слышал, прям четко, да. Я не хочу вам навязывать и там биться головой о стену, что это все привидение и так далее, но я до сих пор в шоке. Знаете, я единственное, о чем хочу вас попросить, друзья мои, тот контент, который я для вас делаю, это один из самых тяжелых контентов. Я бы очень хотел вас попросить не поскупиться на лайк и комментарий. Желательно, комментарий не менее пяти слов. А также не забудьте красную кнопочку подписаться превратить в серую. И не забудь поделиться этим роликом со своими друзьями. Салют, Арава! Добро пожаловать на канал Блогерский обход. И это разбор видосика, который совсем недавно вышел у меня на канале. Если вы еще не смотрели данный видеоролик, о котором сейчас пройдет речь, пожалуйста, пройдите по ссылочке в описании и обязательно сначала посмотрите этот видеоролик. А после возвращайтесь к этому разбору. Это очень важно. Давайте начнем с того, что все события начали происходить еще задолго до начала видеоролика. Как мы видим из данного видеоролика, я пришел на локацию еще засветло. То есть я успел осмотреть помещение и убедиться в том, что там никого нет. Также я успел убедиться в том, что снимать там абсолютно безопасно, никто меня оттуда не выгонит. Ну а так как я начинаю снимать не ранее 12 часов ночи, я сидел и просто выжидал время. Покуда я ждал полуночи, у меня было время для того, чтобы пообщаться с Андреем Шевелевым и еще одним интересным человечком, тоже сталкерша. И по мере общения произошел один очень интересный момент. Давайте с вами обратим на него внимание, потому что это немаловажный аспект. И этот аспект еще покажет себя в дальнейшем. Ну а у меня сейчас либо грюки, либо я видел тени. Вряд ли тени ты там сейчас еще видел, у тебя просто в воображение играет. Ола, спасибо, дружище, спасибо. Я уже внутри, я уже на локации. Это значит, что я по-любому что-нибудь за сниму. Осталось только узнать, что именно. Ну, меня поршу. Прочувствовать на себя. Блин, еще не стемнело, мне уже что-то 9 очкового. Что-то как-то напряжно. То ли я на доме забросил, не бол, то ли. Атмосфера здесь такая гнетущая. Ну, значит, сегодня меня ждет веселая ночка. Я нахожусь в самой жопе. Сваливать мне отсюда некуда. Погнали, емое. Сейчас дождемся полуночи и вперед. Погоди, дружище, ты сейчас ничего не накладывал? Такое ощущение, что-то наложенное. Нет? Такое ощущение, что человек, как будто эта хрень прямо передо мной стоит. Я сейчас с Девахой разговариваю. Я видел, что тень прошла мимо меня. Ну, в проходе. Тут я делаю вот эту фотографию. Меня всего аж дрож кидает на самом деле. Это пи***, братан. Ребят, давайте начнем с того, что я обешу просто череду событий, которые начали происходить. Я общался с человеком и упомянул тот факт, что я увидел силуэт краем глаза, буквально. Ну да, могло показаться, я не спорю. После чего я делаю буквально несколько фотографий, которые по мере общения я отправляю Андрею Шевелеву с канала Табу. Первым делом он мне говорит, что он видит какой-то артефакт в окне. Что-то буквально там пролетает мельком. И после он присылает мне еще одну фотографию, в которой он замечает странный силуэт. Я его не заметил. Но я просто сделал рандомные фотографии и не более того. И вот Андрей, делая скриншот, буквально скриншот из Инстаграма, осветляет его и видит странный женский силуэт. Получив свою дозу экстрима перед началом съемок, я, честно говоря, немножко начинаю напрягаться, потому что я еще даже не начал снимать, а уже что-то происходит. Меня уже начинает дико раздражать на самом деле. Происходит какая-то невхерственная херня с моими камерами. Я еще не начал снимать. А я хотел снять подкаст, потому что мне нужно было кое-что рассказать перед началом. Чтобы подтвердить тот факт, что монтажа, возможности монтажа еще не было. Я еще не начал снимать. Я только пришел на локацию. И я понятия не имею, что я сегодня сниму. Но просто то, что я сейчас хочу вам показать, это уже интересно. Вот что происходит? Что происходит? Что-то серьезно влияет на мою технику. Пожалуйста, восстанови данные. Дубль третий. Пытаюсь рассказать, но у меня сбоит аппаратура. Я не могу сделать запись видео, как я хотел. Значит, я сейчас нахожусь на локации. И просто хочу вам показать кое-какие вещи, которые я не мог сделать подсредством монтажа. Во-первых, я нахожусь сейчас на локации. До начала съемок у меня осталось 20 минут. Я в старт. Сейчас 23.39. В старт я делаю в 12 часов ночи. Я пришел на локацию. Так как у меня сорвалось много съемок, 5 локаций подряд. Пришел, устанавливал оборудование, все дела. И тут произошла такая ситуация. Я общался с человеком в инстаграме, краем глаза увидел какую-то пробегающую тень. И я решил, что надо сделать парочку фотографий. Я сделал три замечательных фотографии. Вот такие. Которые я впоследствии отправляю Андрею Шевелеву. Он просто увидел мои сторис и просто решил написать и пожелать мне удачи. Так как у меня были срывы, он об этом прекрасно знал. И чтобы в этот раз съемка не сорвалась. Он пожелал мне удачи. Я отзываю эти три фотографии ему. Он мне пишет, круто. На первом фото в окне вижу артефакт. Вот он увидел артефакт. Там какая-то белая хрень летит. Ну, артефакт, артефакт. А потом он мне пишет. А на втором фото тут что-то поинтереснее. Вот он что-то увидел. Там реально есть какое-то размытие и какой-то силуэт. После чего он пишет мне, осветил, там что-то есть. И что-то мне подсказывает, сегодня будет круто. Просто реально бомбически круто. Сказать, что я очкую? Ну да, я чувствую себя немножко неловко. Но я надеюсь, что я наконец сниму что-то действительно стоящее. Ну, мне пора отправляться. Пора начинать снимать. Это усадьба Елисеевых, если кто не знал. Многие люди, кто живет в Ленинградской области, знают об этой усадьбе. Много кто здесь бывал. Мало кто из них знает тайны этих стен. И сегодня наша задача узнать об этом. Блин, я же прям в таком ажиотаже. Я так давно не снимал ничего такого, прям жуткого. Погнали, ребят. Предводитель рода Елисеевых, Григорий Григорьевич Елисеевых, любился в молодую особу. И тайно с ней встречался. Об этом узнала его супруга. И дело закончилось очень печально. Я уже не буду говорить о том, что, блуждая по теплым коридорам, я сталкивался с большим количеством различных звуков, типа шагов, которые смешивались с водой. Странных непонятных голосов. И прочих явлений, которые меня, ну, скажем так, немного напрягали. Знаете, о чем я действительно жалею? Я не догадался провести эксперименты именно в той комнате, в которой был настолько густой туман, что хоть топоры вешай. Блин, туман. Здесь все в тумане, ребят. Тут полы и в тумане. Здесь прям очень холодно. Это была единственная комната во всем огромнейшем помещении, в котором был густой туман. Он явно там был не просто так. Поэтому надо было провести там эксперимент. Но, к сожалению, мне не хватило мозгов для того, чтобы провести там эксперименты. А зря, потому что вполне возможно, был бы какой-нибудь результат. Но давайте перейдем к опытам. Я хочу связаться с духом, либо хозяином этого места. Здесь кто-нибудь есть? Как вы знаете, я провел там несколько экспериментов. Это общение через диктофон, попытка пообщаться через диктофон и попытка пообщаться через спиритбокс. Очень интересная машинка. Многие говорят, что эта хрень не работает. Но, друзья мои, как показывает практика, довольно странные явления показывают подобные ситуации. И очень много совпадений в данный момент вышло. Давайте начнем с того, что когда я начал проводить сеанс ЭГФ через спиритбокс, ЭГФ молчал. Просто молчал. Абсолютно те же радиоволны, абсолютно та же скорость переключения и так далее. Он просто тупо молчал. Здесь кто-нибудь есть? Но в какой-то момент он начинает разговаривать и просто не затыкается. Я задавал вопросы, были какие-то ответы, в какой-то степени даже бессмысленные. Но больше всего меня поразил тот факт, когда я задаю вопрос. Ты здесь когда-то жил? Прозвучал незамедлительно, причем незамедлительно, без ожидания. Ответ да. Ответы не все-таки. Пожалуйста, ответ на вопрос. Ты хозяин этого места? Кто ты? Мне показалось, что мне нужно уйти. Ты здесь когда-то жил? Четко да, я слышал прям четко да. Почему меня это удивило? Объясню. Ситуация в том, что обычно, когда ты задаешь ответ через передбокс, ответ поступает через какое-то время. Быстро они не поступают. То есть ты задаешь вопрос, проходит какое-то определенное время, там секунд пять, да, там от пяти до десяти секунд и может быть даже больше. И только после этого поступает ответ. И то эти ответы расслышать сразу, но практически не всегда удается. А тут задаю вопрос и практически сразу ответ да. Ты здесь когда-то жил? Ну и это еще не все. Давайте попробуем диктофон. Прошу извинить меня за то, что я беспокоилась. Хозяин этого места, либо дух этого места. Пожалуйста, дай мне любой знак. Скажи что-нибудь. Я достаю диктофон для того, чтобы попытаться поговорить через электромагнитные волны, да, то есть через магнитную пленку с попыткой записать какие-то голоса и так далее и тому подобное. Как показывает практика, такой метод не всегда приносит свои результаты. Но я продолжаю его использовать в надежде на то, что получится что-то записать действительно достойное, как это было на одной из локаций, которые я уже показывал ранее. И вот я прошу, нечто обитающее в этом помещении, в этом здании, обозначить себя хоть как-то, да, то есть звук, голос, хоть кто-то. И когда я включаю запись, где-то в соседней комнате что-то падает. Хозяин, либо дух этого места, попробуй ответить мне на вопрос. Любой сигнал, щелчок, стук, голос. Перевестились. Есть. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Что? Я включаю Spiritbox Spiritbox изначально начинает молчать Я задаю вопросы, тишина, тишина, тишина А потом он просто не затыкается Это первое Второе Мы проводим эксперимент Просто Мы проводим эксперимент Первый раз фигня Второй раз там что-то где-то пробивается В третий раз я прошу подать любой знак Стук там, все что угодно И Валя Ответ дан Даже если это отвалился Кусок штукатурки Это просто невхерственное совпадение Серьезно, друзья Это просто капец Хочу сразу Ваш скептицизм По поводу того, что я там могу быть не один И так далее Просто урезонить Буквально одним фактом Вот я выхожу к дороге Вон там дорога Куда-то я иду Сразу хочу Обломить Всех Кто думает, что я Отправляюсь на локации не один Ребят Просто Не каждый согласится Чесать со мной В такие дебри В которые я Отправляюсь порой Даже брат Брат, он остался дома В игрушки играет А я в это время Чешу До локации А вот и дорога Дорогой дальной Текст этой песни К сожалению, не знаю Но А там, вон, видите Знак висит Это конец Населенного пункта В который я приехал И Шпендерить И шпендерить Правда, я дурачок Все ради вас, ребята Все ради вас Потому что Просто так В этой жизни Ничего не бывает Погнали Е-мое Блин, сколько же еще Чесать-то, а Где я вообще Надеюсь, это все Не зря А знаете, что я хочу Еще добавить Большое количество Людей мне написало О том, что Во время проведения Сеанса ЭГФ За моей спиной Что-то происходило Странный силуэт За моей спиной Прошел буквально Вверх Некоторые, конечно Подумали, что Это фонарик И я там типа Спалился И так далее И тому подобное Друзья мои Не может быть Никакого фонаря Потому что Я сто процентов Уверен Что я в этом Помещении Был один А теперь Давайте перейдем К тому моменту Когда На втором этаже Я проводил Эксперимент с чашей Что-то странное Здесь происходит Давайте еще раз Оскорим сейчас Дух Либо хозяина Этого места Проявися Дай мне любой знак Абсолютно Любой Тебя снимает камера Тебя записывают Ты можешь проявить себя Как угодно Дай мне любой знак Здесь тоже Не обошлось Без интересностей Так как В комментариях Тоже Очень много Людей Заметили Сей факт Хочу сразу заметить Я это не заметил Во время монтажа По одной простой причине Когда я монтирую видео Чтобы во время монтажа Не было глюков Залипаний Зависаний И так далее Качество видео Я понижаю до минимума И естественно Качество картинки Теряется Среди огромного количества Пикселей И все это смотрится Буквально в маленьком окошке Для того Чтобы просто Хотя бы ориентировочно Понимать Что вообще вокруг происходит Поэтому такие детали Я и не замечаю Именно поэтому Я прошу вас Друзья мои Когда вы видите Что-то Чего я не заметил Во время монтажа Обязательно Пишите об этом В разделах Которые я указываю Под видео В ссылках в описании Именно в этих разделах Очень много людей Начали писать в личку И это не есть хорошо Потому что Половина этих сообщений Просто потерялась Среди огромного количества Всех других сообщений И естественно Я мог что-то упустить Так вот сеанс с чашей В принципе Сеанс с чашей Я ничего не показал Но давайте обратимся К моментам Которые вы мне прислали Черное пятно Которое появляется В углу входа Давайте еще раз Эксперимент сейчас Дух Либо хозяин этого места Прояви себя Дай мне любой знак Абсолютно Любой Тебя снимает камера Тебя записывают Ты можешь проявить себя Как угодно Дай мне любой знак Честно говоря Я очень долго Всматривался в это пятно Потому что Оно как-то ведет себя Очень странно Во-первых Очень странно А во-вторых Оно похоже на какой-то Бак что ли Или что Я не знаю То есть Какой-то буквально Косяк в записи Так как Поведение этого пятна Довольно странное И неоднозначное Давайте вот просто посмотрим Когда я начинаю Извинить чашу Оно как-то Неправдоподобно Вылазит Потом начинает Как-то Двигаться Оно как-то исчезает И исчезает Как-то странно То есть такое ощущение Как будто оно не успело Спрятаться И как будто кусок кадра Вырезали Очень странный эффект На самом деле И я даже не уверен Стоит ли это Относить к паранормальному Или к какому-то Багу Или к какой-то ошибке Ну а теперь давайте Перейдем к самому Интересному К экспериментам С доской Уиджи И маятником Я приветствую тебя Что-то лага какая-то Красота дух или хозяин этого места пожалуйста выйдет со мной на связь ты почему выключилась дух дух или хозяин этого места выйди со мной на связь я хочу сейчас пойму а а а а а а когда я использовал доску уиджи я понял одно использовал доску уиджи в одиночку это не самый лучший способ однако это один из самых страшных моментов которые произошли на дальняя локация андрюха андрюха я сейчас тебе записываю просто чтобы ты подтвердил если что что я здесь звуки накладываю ok договорились я под сейчас только что такое услышал я записываю на всякий случай если не запишутся ну ладно когда я услышал первый раз этот голос вполне разумно было предположить что там просто могло находиться какое-то животное да я честно говоря напрёкся я был готов построить целый завод из кирпичей чтоб по закладывать все входы и выходы и сидеть в этой комнате до самого рассвета когда я схватил свою экшн камеру начал двигаться в коридор первая мысль которая меня посетила я должен записать подтверждение того что звук этот не наложенный так как я общался с андреем шевелевым я решил записать этот звук поэтому я схватил телефон и начал записывать голосовуха именно ему и знаете я думаю что это было мое самое правильное решение а чтобы вы убедились что эта запись действительно была именно в том виде в каком есть без какого-либо наложения и каких-либо эффектов вот оригинал я записываю на всякий случай если не записаны ладно этот голос это действительно самое мерзкое что я когда-либо слышал на заброшке я слышал многое я слышал там чуть ли не пение завывания плач и многое чего я слышал на заброшках меня уже в принципе эти не напугаешь но этот звук был настолько мерзок что когда я его слышал меня пронзала всего просто до корней волос но после того как я закончил снимать первое о чем я подумал что возможно это был какой-то зверь или кто-то проник в помещение для того чтобы меня напугать так как среди огромного количества капель вполне возможно было замаскировать шаги и поэтому я мог кого-то не заметить учитывая тот факт что кругом вода кругом мокрые полы можно было бы по-любому найти какие-нибудь следы поэтому я поставил свое оборудование заряжаться а сам тем временем отправился с телефоном на разведку и и как бы там ни было разведка не показала ровным счетом ничего я по-прежнему здание находился один а теперь давайте вспомним момент с маятником новая пручка которая я приобрел совершенно недавно и эксперимента ради решил ее попробовать каков был результат значит я сейчас буду ходить с этим замечательно его так как просто не раскачаешь да то есть он это грузил он висит его в это самое так вот сейчас я буду с ним ходить если вдруг какая-то аномалия он должен начать вращаться если я буду передвижение то это уже знак 3 почти я вообще стою без движения ребят я прям и шевелюсь помните самом начале видеоролика я вам говорил что запомните момент с фотографией он еще в дальнейшем нам пригодится так вот друзьям и вращение этого маятника было практически на том самом месте где судя по фотографии находился тот самый загадочный силуэт просто посмотрите как меня всего вот так ужарит просто я не знаю гусиная кожа блин это это прикольно просто Почему-то именно здесь. Я просто держу и дешеверу. Это просто бомбез, ребята. Это просто кайф. Я провел эксперимент буквально несколько раз. Для того, чтобы убедиться, что может это какое-то совпадение и так далее. Но этот маятник начинал вращаться снова и снова как раз именно в этом месте. И нигде более. Знаете почему? Потому что когда я отключил основную камеру, я решил так. Эксперимента ради пройтись с этим маятником этажом ниже. Все эти движения маятника можно свалить на микродвижения, тело и так далее, которые будут раскачивать этот маятник и так далее. Поэтому решил спуститься ниже и посмотреть, как он будет вести себя внизу. Какие результаты он даст и даст ли вообще какие-нибудь результаты. он как будто сам ведет. Он как будто сам ведет. Чуть-чуть раскачивается. Так что, это в принципе поджимается. Ну вот, а потом ты не можешь его АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ МАТАВА ЖЕЛО Субтитры подогнал «Симон» Дело в том, что очень многие писали, что маятник реагирует на воду, что он крутится только там, где вода. Хорошо, я прошелся этажом ниже, где тоже есть вода. Но почему на первом этаже он не вращался, а на втором этаже он вращался? И именно на одном и том же месте. Субтитры подогнал «Симон» Когда-то от своего отца я услышал такую интересную фразу. Один раз – это случайность. Два раза – это совпадение. Три раза – это система. То большое количество совпадений, которое происходило во время всех этих экспериментов, все эти голоса, все эти падающие и стукающие звуки и так далее. Это странная комната, эти падающие звуки, голоса, которые я слышал. Неужели это все просто стечение обстоятельств? И вот уже следующий эксперимент, финальный эксперимент, который я провожу перед тем, как покинуть помещение, эксперимент со свечками, показывает, что эти совпадения у нас столько пугающие и странные, что просто совпадениями их назвать нереально. Я хочу связаться с духом. Мне показалось, что они меня послали. Либо хозяином этого места. Можешь поговорить со мной? Что ты здесь делаешь? Что ты здесь делаешь? Ты можешь помочь мне с одной проблемой? Дай мне знак. Хороший ли ты дух, либо плохой? Затуши белую, либо черную свечку. Черная плохой, белую хороший. Дух этого места. Поговори со мной. Ты можешь затушить свечку? Будешь работать. Будешь смотреть!! Как вы нам понимаете? Что ты nossas любимой велосипедии? Есть! Ещence! Костой рыбок! 2 этого места дай мне любой знак за туши свечку а чёрная закалкалась не уже не по себе дух этого места пожалуйста дай мне знак за туши любую свечку ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Очень интересный момент со свечками Честно говоря, я не ожидал от этого эксперимента ровным счетом ничего Потому что первое, чего я боялся, что свечка погаснет от сквозняка Хотя там сквозняка как такового не было Порыв ветра все-таки мог это сделать Опять же, череда совпадений, которая просто-напросто, ну скажем так, мягко говоря, повергла в шок Тоже заставляет задуматься Во-первых, странное поведение перед боксом Какие-то несуразные ответы, непонятно, что происходило, что пытались мне донести Я так и не понял, честно говоря, хотя пытался с этим разобраться Второе, странное поведение черной свечи Когда я начал просить проявить себя, хороший ты дух или нет, свеча начала дергаться Ну и наконец, третий факт Когда спиритбокс говорит, стой там, свечи резко потухли Обе А здесь сыграл элемент неожиданности Я даже не мог себе представить, что могло такое случиться Причем это произошло крайне внезапно Вроде свечи потухли, вроде пугаться нечего Но моя моральная составляющая на тот момент была настолько перенапряжена Что я уже был готов шарахаться от всего Даже от пролетающей мимо мухи Я едва держался Было, кстати, также очень странное явление Сейчас температура 17 градусов по Цельсию И... Знаете, что самое парадоксальное? Меня Дико Обросает в пот Меня Просто Я весь мокрый И по мне по 7 батов сходит На улице прохладно У меня очень странное ощущение И ощущаю я себя Очень странное ощущение на самом деле Это не по себе Я ощущал себя крайне непонятно Мне было как-то не по себе на протяжении всего нахождения на этой локации То есть я прошел огромное расстояние Дошел до места Я фактически даже не вспотел Я преодолел реально большое расстояние Я прошел от одного населенного пункта по трассе до другого Но когда я начал снимать в самом помещении Меня стало бросать в пот Физически я никак не напрягался Я просто ходил туда-сюда и все Температура на улице На улице даже не было влажно Температура на улице была прохладной Но почему-то Меня все время бросало в дрожь Давайте не будем товарищи хейтери Или те, кто ненавидит Скажем так, людей в теле Можете просто идти далеко и надолго По одной простой причине Я знаю свой организм И я захожу по заброшкам уже не первый день Не первый год И подобное поведение не свойственно моему организму А на этом, пожалуй, я закончу разбор данного видеоролика Надеюсь, вам очень понравилось Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь Пишите комментарии Рассказывайте об этом видео своим друзьям Посмотрите мои другие видеоролики И хочу вам сказать одну очень интересную вещь 20 сентября я отправляюсь в Москву на съемки Будет много съемок Много интересных материалов и так далее 26 числа в Москве я хочу провести сходку Не знаю, насколько это хорошая идея Однако, друзья мои, обязательно подписывайтесь на группу ВКонтакте И на мой Инстаграм И в Телеграм обязательно Именно там я расскажу о предстоящей сходке Где это, во сколько и так далее Так что следите за мной в Инстаграме В Телеграме И в группе ВКонтакте Это очень важно Спасибо вам за ваше внимание Спасибо, что вы со мной Спасибо вам за поддержку Всех люблю Вы самые лучшие Увидимся с вами в следующем ролике Пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok